Продолжаю инвестировать с нуля. Сегодня я покажу статистику, она очень интересная. По счету, который я ввел с нуля, он уже перевалил за 1 миллион рублей. 1 миллион 200 тысяч находится на индивидуальном инвестиционном счету. И статистика по нему поражает. Я ждал этого момента, ну, наверное, с начала ведения этого шоу. И это первое видео будет с такими грандиозными, выдающимися результатами. Я объясню, как они вообще были получены. И важный нюанс, важный момент. Я сейчас его также пополню. Каждую неделю я его пополняю. Прошлую неделю я этого не сделал. Там и сумма пополнения была не очень большая. И времени, к сожалению, мне на это не хватило. Вот сейчас пополняю сразу за 2 недели его. И продолжаю инвестировать. Плюс у меня будет интересный вопрос. Опрос, который я хотел бы устроить в комментариях. Наверное, с него и начну. Я в Телеграме уже об этом спрашивал. Там не особо был большой отклик. Хотя, кстати, в Телеграме я публикую больше контента, чем на Ютубе. В Инстаграме публикую больше контента. Поэтому туда заходите. Там больше про инвестиции, про мою работу, основную. Про трейдинг тоже есть информация. Многим это интересно, полезно. 22,5 тысячи подписчиков. Давайте до 23 уже дойдем. Ребятам это полезно. Я думаю, что вам это тоже будет актуально, интересно. Ссылочка внизу. Ну и Инстаграм, там тоже контента больше. В сторис выхожу каждый день 15 секунд. Потратить, нажать на кнопку, время не занимает. А вот в отличие от Ютуба, где действительно нужно ролик записать, приготовить, еще и публиковать, выложить его нужно. Вот здесь немножко больше на это время не уходит. Вопрос такой. Что мы делаем с индивидуальным инвестиционным счетом? Ведь то, что я покупал вот эти вот акции IT-компаний, ну, хотелось бы до какого-то результата, наверное, вместе с ними дойти все-таки. Но это больше шутка, нежели какая-то серьезная рубрика. Я по факту ввел этот счет с небольших денег и вот так вот шуточно, шуточно не подразумевал, что он не подозревал, что он до миллиона достаточно быстро дойдет. А такими темпами скоро будет полтора, там уже и два на горизонте. И, ну, конечно, диверсификация, это вот все под вопросом. У меня плюс есть основной счет. Почему бы здесь не сделать концентрированный на IT-сектор? Ну, у меня такой вопрос. А оставить ли его в таком виде? Или может просто еще IT-компании добавить? У меня просто будет IT-портфельчик. Ну, и сделать ребалансировку грамотно, чтобы не каждая компания в равной доле была, а, допустим, исходя из ее капитализации. Либо, может быть, какую-то другую стратегию выбрать. И вот как раз в Телеграме про это писал, что это скорее, наверное, шутка, нежели реальная стратегия. Поскольку, когда портфель уже разрастается, представьте, будет 10, 15, 20 миллионов. Ну, держать просто все в IT-компаниях. Спорный, спорный момент, спорное решение. Так вот, что мы делаем? Я могу оставить IT-компании, но нужно будет, скорее всего, добавить еще, чтобы захватывать больше этого сектора. Плюс сделать ребалансировку грамотно. Вот, либо, может быть, по-другому вести этот счет. Напишите об этом в комментариях. И я не первый раз тоже спрашиваю, делал такой большой акцент, потому что, ну, каких-то адекватных комментариев я, на самом деле, не видел. Было пару интересных в Телеграме, с другой стороны, но хочу еще на Ютубе спросить. Все-таки эта рубрика, в первую очередь, на Ютубе ведется. А сейчас смотрим на аналитику по счету, что же у меня с ним случилось, что же у меня с ним стало. Нужен мне не брокерский счет, нужен мне индивидуальный инвестиционный. Давайте за полгода посмотрим. И видим, как доходность за полгода 133 тысячи рублей. Замечательно. Еще там из выпуска выпуск в прошлые разы было там минус 20, минус 40 тысяч рублей. Были убытки, были просадки. Но мы видим, что вот за полгода со 140 тысяч рублей счет разросся до 1 200 000. Это замечательно, это прекрасно. При том, что за месяц доходность 130 тысяч рублей. То есть я с ничего взял и вел этот счет. У меня образовался миллион рублей, которого могло бы и не быть. Плюс на этот миллион уже доходность прошла 100 тысяч за месяц. 130, 130. Если я назвал 20 тысяч рублей доходности за месяц заметной цифрой, то вот это, это уже существенная цифра, на которую можно жить даже. Поэтому результатом я более чем доволен. Да, за полгода и за месяц статистика почти не отличается, но вопрос, а почему она не отличается? Почему все, что было заработано, было заработано за месяц? А потому что этот месяц работает цифра в 860 тысяч рублей. То есть в 860 тысяч рублей лежало, один месяц вот принесло такую доходность. А полгода лежала всего лишь сумма в 140 тысяч рублей. И важный момент, что сейчас там лежит миллион 200, и 1 миллион 200 тысяч принесет доходность на дистанции, когда полежит какое-то время. В моменте, понятно, эта цифра сейчас есть, но она ничего мне не дала, потому что время нужно на то, чтобы инвестиции раскрылись. И они раскрываются, внимание, напомню, за три года. У меня счет-то вот всего полгода, можно сказать. А цифра раскрывается за три. И то, что сейчас там за месяц плюс 100, могло быть минус 100, например. В принципе, вполне такое может быть. Вот три года пройдет, мы точно увидим, как раскрывается этот счет. Вот, сейчас я сделаю пополнение. Это такая мотивирующая вставка, мотивирующая часть видео. Показываю, как он развивается, как я его пополняю. И напомню, что я пополняю индивидуальный инвестиционный счет с Ютуба. По факту записывайте видео, как инвестирую. С нуля мне Ютуб приносит копейку, я эту копейку вкладываю. Причем, ну, я не ожидал, что канал так быстро разовьется и будет принести такие деньги. По этой причине, вот видите, что такая интересная штука получилась. Вроде как и портфель на миллион, а вроде как какая-то фигня куплена. Вот, что мне с этим делать? Я уже спросил. Напишите. Я считал, посчитал, доходы у меня уменьшились, упали. 65 тысяч рублей ровно я заработал на этом канале за две недели. 65 тысяч рублей. Я сейчас инвестирую. Ну, с учетом налога, налог мы вычитаем 6%, умножаем на 94 сотых. 65 тысяч, ну и получается, что 61 тысяча 100 рублей я должен сюда пополнить, что я сейчас и сделаю. Но перед этим важный момент. Вы видели, что я в прошлом в каждое видео вставлял актуальные, интересные бонусы, что вы заказывали дебетовую карту, просто так вам 1000 рублей давалось. Вы открывали брокерский счет, вам еще 1000 давалось, как будто 2000 рублей давалось, прям в рублях. Не в акциях, наугад, может 100 рублей дать, может 1000. А вот конкретно 1000, 2000 вам давали. Те ссылочки в моменте не актуальны. Ну, перейдя по ним, вы получаете там другие предложения, но так или иначе, конкретно тебе не актуальны. Что актуально сейчас? Вы по ссылке внизу можете сказать дебетовую карту. Дебетовая карта это не кредитка, это просто обычная дебетовка, которую вы все используете в магазинах. Вы можете ее оформить, и мне написали, что вот по этой ссылочке у вас еще будет дополнительный кэшбэк 3000 рублей, но почему-то вот здесь об этом информации нету. Тут всего лишь пишут, что кэшбэк до 30%, и он будет удвоенный. Мне пишут, что там 3000 рублей бесплатно кэшбэком вы еще будете получать. Ну, возможно, как раз удвоенный кэшбэк до 3000 рублей. В общем, заказываю эту карту, вы там либо до 3000 рублей получите, либо просто удвоенный кэшбэк будет на какой-то период. В общем, вы можете посмотреть, изучить, и удвоенным кэшбэком, вот кто картам пользуется с кэшбэком, я так скажу, что удвоенным кэшбэком 1000 рублей в месяц сэкономить легко. То есть вы просто те же траты делаете по этой карте, и там 1000 рублей в месяц он будет капать дополнительно. Но это 1000 рублей в месяц можно инвестировать, например. Ну, мне пишут до 3, может быть, до 3 кому-то капнет. Я точно не уверен, почему-то Тинькофф очень плохо сейчас работает, тут информации нет никакой об этом. Вот, ну, можете так или иначе использовать. Плюс, может, какое-то время пройдет, тут информация об этом изменится. Вот, будет более интересно, зайдите по ссылке внизу, посмотрите. Ну вот, а сейчас я продолжаю инвестировать, нажимаю кнопочку «Пополнить» 61 100 рублей, отправляется на мой аккаунт, индивидуальный инвестиционный счет 61 100. Поехали. Счет ИС пополнен, захожу в портфель. Вот у меня средства 61 157 рублей, буду покупать доллар. Вы видите, как я его покупал, постоянно, равномерно. Это адекватная стратегия. Я зарабатываю деньги, закидываю деньги сюда в рублях и на них покупаю доллары. Покупаем на индивидуальный инвестиционный счет. Покупаем с индивидуального инвестиционного счета 798 лотов. Можно взять, комиссия составит 30 рублей 56 копеек. Нажимаем кнопочку «Купить». Доллары в портфеле, замечательно, 808 долларов. Ну и тут вот такой момент, что мы делаем дальше. Сейчас я, конечно, буду докупать те активы, которые у меня есть сейчас по этой стратегии. Но держать там 3 года счет просто из 5 компаний, я думаю, что идея так себе. Вот, если вам интересно, как будут концентрированы портфели за IT-сектора себя вести, я вижу, что, в принципе, интересно, раз вы смотрели за этими 5 компаниями. В этом случае напишите об этом в комментариях. Я добавлю еще компаний лучших из своей отрасли. Буду следить, естественно, за их статистикой, за их отчетами. И я сделаю распределение как по индексу. Ну, то есть, как по инвестиционным фондам, как по ETF. Вы инвестируете в ETF, допустим. Там основную массу свою этого фонда занимают какие-то небольшое, какое-то количество компаний. Потому что они просто большие по капитализации. И выше капитализация компании, выше доля компании в индексе, в фонде. Я думаю, сделать так же. Вот. Поэтому напишите в комментариях. Если мы оставляем IT-сектор, то я переделываю, сижу, сажусь, вечер трачу на то, чтобы пересмотреть эту стратегию. Ну, и автоматизировать это, естественно, торговой, вернее, инвестиционной системой в таблице. Все это, чтобы у меня отображалось. Вот. А пока что я буду покупать Apple. Ну, поскольку, если мы даже это оставляем, мне нужно будет большую долю Apple. Потому как Apple в несколько раз больше, чем другие компании. Хотя, вот, Microsoft тоже достаточно весомую долю должен занимать. Google тоже. Но у Apple капитализация в сколько-то в полтора, в два раза больше, чем у Google. Надо уточнить эту информацию. Уже не помню, во сколько. Последний раз смотрел. Там было что-то около полутора раз. Разница. Вот. Поэтому Apple докупаю. Просто на все 808 долларов. Тем более, что он просел в моем портфеле. Все в плюсе. А вот Apple просел. По этой причине будет выгодно его купить. Тем более, что его нужно будет наращивать в портфель. Почему бы не взять его сейчас на просадке? По этой причине нажимаю купить на акции Пла. Мне доступно 6 слотов. Я, собственно, эти 6 слотов покупаю. Комиссия 39 центов. Нажимаю кнопочку купить. И все, акции находятся у меня. Вот таким вот образом. 3500 долларов теперь у меня вложено в компанию Apple. Ну и там будут добавлять какие-то компании. Будут это все, естественно, перераспределять. Внизу, напомню, ссылочки на мои другие каналы. Телеграм, Инстаграм. Там контента больше. Там гораздо проще выходить на связь. Какой-то пост написать или 15 секунд на сториз потратить. Времени практически не занимает. Вот. Статистика мне нравится. Статистика меня устраивает. За счет того, что большая инвестиционная база накоплена на доходность. Ну, сейчас пишет 190. Это неправильно. Вы видели вначале, какая была реальная цифра. Просто я из-за того, что счет пополнил, цифра увеличилась доходности. Миллион двести восемьдесят два. А сейчас у меня миллион... А, вот это как раз в Китае цифра и есть. Да. Миллион двести восемьдесят два. Замечательно. Супер. Переделаю в ближайшее время свою инвестиционную стратегию. Исходя из ваших комментариев, что бы вы хотели вы видеть. Можете... Чем подробнее напишите стратегию, тем лучше. Можете писать, в принципе, любые, даже какие-нибудь спекулятивные идеи. Я попробую рассмотреть. Но мы потом проведем опрос. Если я найду несколько интересных вариантов, что можно сделать. Пока что склоняюсь к тому, что IT-сектор остается. Просто добавить несколько компаний и распределить их иначе. Если у вас будет более интересная идея, естественно, видео рассмотрю. Если будет несколько идей, проведем опрос, что мы делаем с индивидуальным инвестиционным счетом. Чтобы вам было интересно смотреть это инвестиционное шоу. Я и так уже получил свою выгоду от этого. Я скопил этот счет, который могло не быть. И я уже получаю доходность на него. Поэтому интересно будет, что вы по этому счету думаете. Удачи. Ссылки внизу. Ну и не забывайте. Карту заказывайте. Деньги экономите и инвестируйте. Сэкономил, значит заработал. Не забывайте.